С начала года медицинские учреждения Кустанайской области накопили кредиторскую задолженность в 3 миллиарда 600 миллионов тенге. И в такой ситуации наш регион не один. В конце прошлой недели министр здравоохранения страны заявила, что в Казахстане вообще нет медорганизации без долгов. По ее словам, 80 организаций имеют долгосрочную задолженность, которая образовалась в течение двух и более лет. В основном все они оказывают экстренную медицинскую помощь. Текущие задолженности есть, наверное, во всех медицинских организациях, так как каждая оказанная медицинская услуга закрывается через месяц, в следующий месяц, 10 числа. Поэтому какие-то задолженности текущие бывают. Они закупают лекарственные препараты, продукты питания и так далее. До конца года текущая задолженность закроется. Кустанайские врачи при этом отмечают, что проблема кроется в тарифах, которые им оплачивают из Фонда социального медицинского страхования. Они уже не соответствуют реальным затратам. Депутат областного маслихата Махабад Житаев подчеркивает, что проблема намного глубже. В регионе за счет спонсорских средств провели анализ хозяйственной деятельности наших медорганизаций. Вывод один. Больницы должны ответственно подходить к своей отчетности, чтобы не растить штрафы. Их выписывает ФОМС. Именно их депутаты предлагают списать больницам, чтобы снизить задолженность, а это минус почти 2 миллиарда тенге. Если не получится, действовать дальше. Подавать в суд, наверное, в суд и работать над этим. Обращаться к депутатам, жилистам, обращаться в Министерство здравоохранения. То есть требовать, потому что в любом случае областной бюджет же. Конечно, это способ найти и сэкономить какие-то деньги. Но это не выход. Из-за этого страдают. Казалось бы, они штрафуют ради блага, чтобы качество было. Но мы сегодня видим больницу очередя, на месяц вперед записываются. На покошение долгов прошлого года из местного бюджета в этом году к устнайским больницам уже выделили 750 миллионов тенге. Выделят ли еще, Махабад Жутаев сказать не может. По словам министра здравоохранения, в стране на дополнительное финансирование медицинских организаций выделили около 60 миллиардов тенге. Депутаты областного маслихата также считают, что Минздраву нужно пересмотреть и линейную шкалу, по которой идет лечение пациентов. Виктор Ваташко и Татьяна Калюжная, РТН